Еще раз представлюсь, меня зовут Геннадий Олегович Горячканев, я профессор кафедры акушерской гинекологии Приволжского исследовательского медицинского университета. На самом деле мое сообщение будет продолжать в сущности тему, актуальную тему, которую подняла Татьяна Анатольевна и которую продолжает продолжить в своем выступлении с места коллега. Это репродуктивные потери. Безусловно, в современной демографической ситуации каждая беременность сама ценна, ее значение все более и более возрастает. Поэтому наша задача, как специалистов службы родовспоможения, обеспечить оптимальный исход наступления, оптимальный исход этой беременности и привлечь к этому все возможные средства. В достижении этой цели нам на самом деле очень часто приходится сталкиваться с такой проблемой, как хронический эндометрит. Хронический эндометрит, в отличие от острого воспаления, значим не своим воспалительным, собственно говоря, инфекционно-воспалительным фактором, а теми вторичными морфо-функциональными изменениями в эндометрии, которые часто необратимы или с которыми бороться трудно и которые суть и являются причиной тех последствий хронического эндометрии, которые мы видим и которые как раз вкладывают, оказывают свой, вносят свой вклад в проблему репродукции. Это бесплодие, маточный фактор невынашивания беременности, неудача в реализации репродуктивных вспомогательных технологий и, наконец, это создание неблагоприятного фона для развития в последующем неопластических процессов эндометрия. Действительно различные методы предложены для преодоления проблемы хронического эндометрия. Буквально недавно мы проводили анализ современной иностранной отечественной литературы, встретились с огромным количеством предложений, которые с разной степенью интенсивности внедрены в нашей стране и в мире. Но на фоне всего этого мы решили использовать такой метод лечения, как сочетание озона и бактериофаготерапии. Почему два этих метода? О многочисленных позитивных свойствах озона много было сказано и в последние годы, десятилетия, практически на протяжении столетия, и в рамках проводимой нами конференции. Бактериофаги – самый ценный метод лечения, который, безусловно, эффективен, используется широко в медицине, в том числе и в гинекологии, но всегда хочется попробовать объединить две методики и попробовать потенцировать эти эффекты. Отдельные эффекты озона и бактериофаготерапии как раз с тем, чтобы попытаться преодолеть те изменения, которые имеют место быть в эндометрии. Но прежде чем осуществить клинически эту попытку, нами был проведен эксперимент инвитро с фагами, с культурами фагов и с озоном в различных концентрациях. Определялось их взаимодействие, и теоретически мы представляли, что может быть три варианта взаимодействия озона и фагов. Самый благоприятный, который мог быть, это усиление свойств фагов, их активности под влиянием озона. Ну, промежуточный – это нейтральный вариант, когда они не оказывают друг на друга влияние. И, наконец, когда озон теоретически мог угнетать фаги, поскольку он потенциально, как мощный окислитель, этим свойством обладать мог. Для чего это было нужно? Для того, чтобы понять, в какой же последовательности, то ли параллельно, то ли один за другим, использовать эти методы лечения. Ну, я остановлюсь коротко на тех результатах, собственно говоря, на тех материалах и методах, которые мы использовали. Достаточно широко распространенный популярный пиобактериофаг комплексный, который представляет смесь стерильных фильтратов фагализатов, стафилококков, стриплококков, энтерококков, протеок, липсиен, синегнойной и кишечной палочки. То есть достаточно широкий спектр действия, который важен нам как раз в оккупировании воспалительных проявлений, в том числе в гинекологической сфере. Итак, описание эксперимента. Мы проводили анализ эффективности и активности бактериофагов после смешивания их с озонированным физиологическим раствором, приготовленным при различных насыщающих концентрациях озона. Хочу сказать, что мы использовали даже те концентрации озона, я имею в виду свыше 5000 мкг на литр, которые в практике и не планировали использовать, просто чтобы посмотреть, а где тот порог, после которого возможно наступает угнетение активности бактериофагов. И в результате серии экспериментов мы выяснили, что при использовании физиологического раствора, насыщенного с использованием концентрации до 10 000 мкг на литр в озонокислородной смеси на выходе из озонатора, мы не наблюдаем угнетения активности фагов. Конечно, мы не видим и повышения их эффективности, ну что, наверное, было бы нашей голубой мечтой, но уже понятно стало нам то, что мы вполне можем эти методы лечения сочетать, и они не противоречат друг другу. Вот такие выводы по эксперименту, которые я, собственно говоря, уже и озвучил. В клинической части исследования за последние годы было обследовано уже 100 пациенток с диагнозом хронического эндометрита, который был установлен и клинически, и гистологически, и сомнений не вызывало. Как правило, эти пациентки имели расстройство диатородной функции как раз в одном из тех проявлений, о которых я уже говорил, либо бесплодие, либо невынашивание беременности, либо неудачные попытки экстракорпорального оплодотворения переноса эмбриона. Критерием исключения служили специфические генитальные инфекции. Таким образом, мы лечили пациенток с хроническим, не специфическим, как это принято говорить, хроническим эндометритом. Что же обнаружилось у этих пациенток в посевах из полости матки? Вот те самые ассоциации микроорганизмов, против которых, собственно говоря, и эффективны фаги. Нужно сказать, что две группы пациенток были выделены, и первая группа, в которой мы применяли бактериофаготерапию в сочетании с озоном, как раз и отличалась тем, что их микрофлора характеризовалась устойчивостью к антибактериальным препаратам. Вот вторая группа, в которой использовалась традиционная, в том числе антибактериальная терапия, показывала чувствительность к антибиотикам. Какие же методики мы использовали в нашей практике? Использовался озонированный физиологический раствор, орошение им, приготовленным при использовании насыщающей концентрации 5000 микрограмм на литр. После этого, после процедуры озонотерапии, в полость матки вводили около 7, от 4 до 7 мл пилобактериофага комплексного жидкого. Также во влагалище задний свод вставлялся тампон, смоченный тем же препаратом бактериофага, для оказания местного действия и предупреждения вытекания фагов из полости матки. Мы не ограничились только внутриполостными процедурами озонотерапии. Мы использовали в сочетании с ними внутривенные капельные инфузии озонированного физиологического раствора, приготовленного при использовании насыщающей смеси озона в озонокислородной смеси 1200 микрограмм на литр. Эта концентрация опробирована и достаточно хорошо зарекомендовала себя в лечении как острых, так и хронических воспалительных процессов гинекологической сферы. Курс лечения состоял из семи процедур. А говорю сразу, что после окончания нашей дискуссии, после озвучивания четырех докладов, мои коллеги из Калининграда, собственно говоря, на модели эту методику вам продемонстрируют, будет возможность на нее посмотреть. 50 пациентов, как я уже сказал, получали традиционное лечение со всем тем комплексом лекарственных препаратов, о которых говорила Татьяна Анатольевна, потому что без них лечение хронического воспалительного процесса, локализованного, что в матке, что в маточных трубах практически эффекта не даст, в первую очередь в силу того, что там имеются нарушения кровоснабжения, и с ними, безусловно, нужно бороться. В качестве методов контроля использовались традиционные методы, это УЗИ органов малого таза в период окна имплантации, иммуногистохимическое исследование эндометрия, потому что сегодня в своем сообщении я, конечно, делаю акцент на гемориологических и морфологических эффектах озонобактериофаготерапии, не касаясь, скажем, процессов перекисного окисления липидов, иммунитета, то есть всего того, о чем, ну, собственно говоря, у нас есть достаточно много публикаций, желающие могут с ними ознакомиться. Какие результаты? Ну, если говорить о хронических воспалительных процессах, говорить о какой-то яркой динамике клинических симптомов не приходится, потому что, как правило, исходно клиническая картина достаточно скудная, проявляется в периодических выделениях из половых путей, в нарушениях менструального цикла. Если говорить о нормализации микрофлоры, то она была достигнута после проведения курса озонобактериофаготерапии у 90% пациенток. В группе сравнения эффект был значительно ниже. То есть стерильными у 100% стали посевы из полости матки. Что было исходно в смысле толщины эндометрия у пациенток и характер кровоснабжения эндометрия? У 86-90% пациенток была зафиксирована гипоплазия эндометрия и снижение визуализации спиральных артерий, что говорит о нарушении кровоснабжения, нарушении кровообращения в бассейне маточных артерий. А без нормального кровообращения, совершенно понятно, невозможна адекватная трансформация эндометрия, подготовка его к имплантации. В архватных радиальных базальных артериях исследуемые параметры кровотока у большинства больных оказались измененными. Как же повлияло озонобактериофаготерапии и традиционное лечение на такие уголнезависимые показатели, как в данном случае пульсационный индекс? Мы видим четкое, достоверное снижение этого показателя у пациенток после озонобактериофаготерапии и отсутствия каких бы то ни было изменений на фоне традиционного лечения. Индекс резистентности также в радиальных артериях. Мы видим его достоверное снижение. Систолодиастолическое отношение у больных с хроническим эндометритом также имело тенденцию к улучшению и нормализации, в отличие от группы, получавшей лечение традиционными методами. Еще одним доказательством эффективности озонобактериофаготерапии служила нормализация кровотока и визуализация спиральных артерий у большинства пациенток, получивших курс озонобактериофаготерапии. Ну и, безусловно, результирующей, без чего, наверное, не стоило бы говорить об этих эффектах, явилось то, что толщина эндометрия у пациенток, получивших озонобактериофаготерапию, у большинства из них достигала нормативных значений. Иммуногистохимическая картина, как я уже сказал, был один из способов диагностики хронического эндометрита, не оставляла сомнений в этом диагнозе у пациенток. А вот динамика была достаточно четкая и значимая. Мы слева видим данные до лечения, справа показатели, картина эндометрия после проведенной озонобактериофаготерапии. Совершенно очевидна разница хаос слева и упорядочение справа. Экспрессия, иммуногистохимическое исследование экспрессии рецепторов прогестерона показывает неравномерное распределение до лечения и нормализацию этих показателей после лечения. Рецепторы эстрогена тоже самое, динамика достаточно очевидна и видна на глаз. Что происходило с показателями уже в цифровом выражении? Если до лечения мы видим большинство пациенток с низкой экспрессией прогестерона и эстрогеном, то впоследствии большинство составляют пациентки с умеренной, но уже и значительную долю, 22-20% пациентки с выраженной экспрессией к эстрогенам и прогестерону, в отличие от группы контроля, где мы видим, что превалируют даже после лечения пациентки с низкой экспрессией к эстрогенам и прогестерону. То есть совокупно доля пациенток с умеренной и высокой экспрессией к эстрогенам и прогестерону, как в железах, так и в строме эндометрии, очевидно выросла. Ну и конкретные показатели коэффициента экспрессии к эстрогенам и прогестерону в железах эндометрии у пациенток с ироническим эндометритом имела четкую тенденцию к увеличению, в отличие от группы сравнения, где после лечения практически изменения отсутствовали. То же самое происходило и в строме эндометрии. Таким образом, можно сделать выводы, что сочетание процедур озонотерапии, не знаю, повторять методики, они достаточно понятны, если нужно, я поясню, оказывают действительно позитивное влияние на такие параметры пациента, как кровоток и морфофункциональная характеристика эндометрия. Ну и в сочетании с доступностью и простотой этого метода, наверное, это говорит как минимум о том, что метод легко воспроизводим и может быть использован в практической деятельности. Ну и, конечно, те результаты, пока мы не готовы их озвучить, те замечательные результаты, о которых сказала Татьяна Анатольевна, согласно их работе, эти данные пока не получены в полной мере, они анализируются, и на ближайших форумах озонотерапевтов и акушеров-гинекологов они будут представлены вниманию коллег. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Геннадий Олегович. Коллеги, будьте любезны, вопросы, пожалуйста, Геннадий Олегович. Очень интересная тема и технология эта интересная, терапия хронического эндометрита. Коллеги, есть вопросы? Если нет, если вопросы пока созревают, то у нас еще будет время пообщаться либо в конце, либо уже в кулуарах, когда будет демонстрироваться методика. Можно я два вопросика задаваться? Да, Татьяна Анатольевна, конечно. Как гинеколог к гинекологу. Давайте. Какие все-таки оптимальные концентрации озона, физиологических расстройств для внутриматочных инфузий? Вот это очень... Очень хороший вопрос, да. Ну, за неимением времени я не мог развернуто его осветить, а вот отвечая на ваш вопрос, конечно, отвечу. Работами Николая Михайловича Побединского, покойного Царства Небесное, было показано, что концентрация 5000 мкг на литр является той предельной для эндометрии, которая действительно безопасна. Потому что еще 26 лет назад, когда мы только начинали заниматься озонотерапией в акушерстве и гинекологии, вообще мы в первую очередь ставили вопрос о безопасности предлагаемых нами методик. И вот коллегия Московский из Московской медицинской академии имени Сеченова, на ту пору и заведовал Николай Михайлович Побединский, тоже занимались этими вопросами, они выяснили, что эта концентрация необходима и достаточна. Поэтому, если в отношении внутривенных инфузий мы ориентировались на собственный опыт, то здесь мы полагались на мнение действительно замечательного ученого, каким был Николай Михайлович Побединский. Этого вполне достаточно, если вы спросите, почему озон и фаги, почему не только фаги, только озон. Конечно, обладая финансовыми ресурсами и временем, наверное, можно было бы построить иной дизайн исследования. То есть, посмотрите, как работают отдельно фаги, отдельно озон. Мы же своей задачей видели усиление эффектов фагов за счет озона, ну или просто суммирование этих воздействий. Ну, собственно говоря, мы это и получили. И, конечно, если уж говорить о тех гемодинамических эффектах, конечно, это в первую очередь действие озона фаги выполняет свою роль. Безусловно, они нужны, поскольку пациентки инфицированы и требуют антимикробной терапии. Но это не традиционные антибиотики, а это фаги, которые обладают таргетным действием. Поэтому мы их и предпочли. Все, я не могу больше забирать время у других докладчиков. Спасибо на другие вопросы. Если можно, отвечу позже. Да, у меня один вопрос, я уже в рабочем порядке вас задам, частно. По поводу, как вы получали эндометрию? Сразу после курса или через месяц? И методика Пайпель диагностика или ЦУК интернет? По поводу результатов, они оценивались через месяц после окончания лечения, конечно. То есть, надо дать необходимость обоим этим факторам и, в первую очередь, озону, конечно, подействовать. Потому что усиление процессов регенерации, оно, естественно, нуждается во времени. ЦУК брали или Пайпель? Пайпель биопсию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.